Почти полмиллиона рублей дополнительно выделит фонд содействия реформированию ЖКХ Кировской области. Эти деньги, а также деньги из областного бюджета, будут направлены на проведение капитального ремонта в 164 многоквартирных домах города и области. Часть средств пойдет на расселение аварийного жилья и больше тысяч человек получат новые квартиры. О других новостях города и области узнаете из короткого видеообзора. Отказаться от солярия и ограничить солнечные ванны советуют врачи-дерматологи жителям города. Заболеваемость меланомой одной из форм рака кожи в нашем регионе с каждым годом растет. Если в 2011 году было зарегистрировано 94 случая заболеваемости, в прошлом году 109 кировчанам поставили диагноз. Всего к концу 2012 года на учете по меланоме состояло 825 человек. У каждого пятого болезнь в неизлечимой форме. Развитию обычной родинки в злокачественную опухоль способствует именно чрезмерное пребывание на солнце. Чтобы вовремя заметить развитие болезни, медики советуют чаще осматривать свои родинки, а также проверять их у специалистов с помощью дерматоскопа. Всю необходимую информацию о развитии болезни можно прочитать на сайте Департамента здравоохранения. Госавтоинспекция начала подготовку к новому учебному году. По всей России, в том числе в Кировской области, проводятся проверки состояния дорог и пешеходных переходов вблизи школ. После обследования дорог около некоторых учебных учреждений Кирова, а также в микрорайонах города, например, в поселках Костина и Дороничи, ГИБДД рекомендовало установить лежачих полицейских. Их необходимо сделать на тех участках, где есть повышенный риск ДТП с участием пешеходов. Правда, появятся искусственные неровности рядом со школами или нет, пока неизвестно. Принимать соответствующее решение и соответственно финансировать его выполнение должны в администрации города. Двое мошенников за 300 тысяч рублей предлагали предпринимателю покровительство правоохранительных органов. Злоумышленники, узнав, что по одному из предпринимателей города Кирова ведется проверка в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, предложили ему за деньги прекратить ее. При передаче денег мошенники были задержаны. ОМВД России просит обратиться в полицию тех, кто также пострадал от действия этих людей.